блендер 281 всем привет рассмотрены уже риги животных людей и так далее даже процессы чуть-чуть анимации и вот вопрос такой как анимировать мотоцикл машину да это вот вопрос именно к колесу давайте рассмотрим колесо вот так вот она выглядит и вот так вот она крутится вот такой у нее процесс давайте рассмотрим нюансы и что вот может пойти не так когда вы делаете вот этот риг так удаляем и подгружаем файл находим импорт и подгружаем колесо тройка на нампаде и нужно включить move и перетащить именно колесо вот сюда вот таким образом единица на нампаде и немножко вот так подгоним тут что теперь нужно сделать тройка на нампаде находим курсор нажимаем вот на центр сюда и жмем обжиг находимся от оригинал и жмем оригин ту геометри привязываем этот центр именно к колесу теперь заходим находим это так сначала отключим чтобы потом не натворить чудес на селект бокс находим это находим арматуру сингл бом вот она подгрузилась теперь ставим видимость во вьюпорте in front name тоже подписи ну и давайте немножко развернем теперь зайдем в edit mode выберем косточку единица на нампаде так теперь ротации все это дело перевернем опустим подгоним вот так и тройка на нампаде посмотрим чтобы четко сюда попасть именно на курсор вот так что дальше делаем дальше нужно вот эту косточку выбрать вот этот низ и нажать shift s и и нажать select to курсор привязать косточку полностью курсору так это и есть дело теперь нужно экстрадировать тройка на нампаде е английская экстрадируем выделяем косточку левая кнопка мыши alt d clear parent отсоединяем выделяем вот это вверх кости и опять экстрадируем вот сюда выделяем кость alt d clear parent вот так вот эту косточку можно немножко вот сюда вот отнести так теперь нам нужна верхняя кость тройка на нампаде делаем shift a присоединяется курсору косточка выделяем ее и теперь можно ее тоже вот так вот развернуть и приподнять к верху вот таким вот образом и чуть-чуть увести вот так вот в бок теперь нужно вот этой косточке сделать дубликат вот этой shift d и и поставить вот сюда вот на центр ну вроде все раскидано давайте вот этой косточке тоже сделаем shift s select to курсор чтоб она потом не сбилась ну и в принципе все должно нормально пойти дальше теперь связываем эти косточки вот эту косточку через shift с этой control p и offset вот эту косточку с этой control p и offset и вот эту косточку с этой control p и offset все связано теперь нужно зайти в object mode и нажать control p и следом заходим в post mode выбираем вот эту косточку и вот эту и жмем control shift c и назначаем проекту слежение теперь заходим в edit mode и вот эту косточку этой косточкой связываем control p и keep offset так вот эта косточка не должна двигаться это заходим в post mode и жмем control p и бомбомб теперь вот этой косточки на вот эту косточку с этой связать именно трансформацией так а прежде вот этой вот косточки поставим еще так ограничение control shift c и их ставим лимит локация вот это теперь что получается r нажимаем или g и вот вы видите что колесо следит за поворотом она центральная будет тянуть поправлять все это дело теперь заходим в object mode нажимаем на колесо shift нажимаем на кости и заходим в post mode надо теперь колесо вот это связать вот с этой косточкой через shift и жмем control p бомб вот такая получилась заготовка теперь выделяем вот эту косточку и вот эту косточку жмем control shift c и находим трансформация вот так заходим настройки вот этой кости блок он стоит так чуть-чуть и вытянул чтобы вам было виднее вот она связана с 3 косточкой здесь есть локация по игреку ставим так снимаем выделение одну косточку только выделяем вот эту и ставим минус 1 enter и вот здесь ставим 1 enter следом заходим вот сюда вот находим ротацию и находим минимум минус 90 enter а здесь ставим просто 90 ну давайте посмотрим как все это дело работает выделяем вот эту косточку жмем мов и попробуем вот ее немножко тут выламывает ну так то крутится уже вот вы видите что вот таким вот образом идет смотрим смотрим что да как что тут пошло не так теперь ставим вот здесь вот local space и здесь ставим local space мы повторяем вот вы видите что колесо крутится сейчас я поближе его подведу вот вы видите что оно крутится но недолго вопрос в чем нужно все это делать чуть-чуть опять подкорректировать здесь ставим минус допустим 6 оборотов здесь 6 так что еще тут можно поставить и ставим не минус 90 а допустим минус 360 градусов а здесь там просто 360 ну и в принципе должно все работать вот видите что колесо крутится вертится все прикольно все классно ну и в чем еще заключается вопрос да так вот она что тут еще не забывайте может поворачиваться вот крутится вертеться все нормально и допустим и допустим это у вас мотоцикл что сделаем object mode выделяем колесо тройка на нампаде и делаем shift и уводим вот сюда вот в бок допустим так даже можно так ctrl z ctrl z делаем shift д полностью и у так вот уводим сюда вот у вас уже считаем мотоцикл только нужно теперь зайти выбрать косточки вот эти и зайти edit mode и одну косточку вот эту вот еще взять и сделать shift d вот так его вытянуть вверх и нажать alt p clear parent отсоединить выровнять ее по центру так вот выводим и допустим молом вот сюда ее на центр и вот эту косточку и вот эту связываем с верхней косточкой control и keep offset смотрим что получилось так выбираем вот эту косточку и заходим осмотр и и заходим в осмотр вот и все дело это выбираем бе и заходим в осмотр вот вот теперь все работает вот у вас теперь может двигаться мотоцикл здесь корпус конечно еще привяжется и вот таким вот образом ну словом вот такая штука есть еще что дорабатывать над чем работать буду в дальнейшем вам это все дело показывать все всем пока до свидания все всем пока до свидания